Я как врач, я все-таки военный врач, я нахожусь в логике определения того, что является главными рисками. И я уверен, что главными рисками сейчас является паника, взаимная вот эта агрессия, которая растет, вот это неприятие и так далее. И если мы как-то с этим сможем справиться, у нас есть шанс на какое-то будущее когда-то. Пока все, что происходит вокруг, будет нашу жизнь ухудшать. Я рассказывал про Третью мировую, про те тектонические сдвиги, которые происходят. Они в значительной степени связаны именно с цифровым миром. Вообще появление этой новой цифровой виртуальной реальности перекроило границы мира. Люди протестуют, устраивают целые мероприятия. Где? В социальных сетях. Люди отдают свои данные кому? В социальных сетях. И есть же существующая система управления людьми. Государственная машина, это всегда машина с огромным количеством, опять же, интересантов, деятелей и так далее. Государство по сути своей репрессивный механизм. И дальше получается следующее. Мы с вами сказали государству спасибо, очень было с вами интересно, вы репрессивный. Нам нравится свободу, мы пойдем в Facebook, мы пойдем в Instagram, мы пойдем в YouTube и будем там жить, общаться, взаимодействовать, выбирать, кто нам нравится. Это же люди с большим количеством подписок, это же электоральные действия. Вы выбираете человека, который вам нравится. И подписывайтесь на него, и таким образом голосуйте. Мы создали параллельную систему, которая на самом деле тоже не так безобидна, потому что это точно такой же механизм с интересантами. Интересантами, да, и эти интересанты где-то частный бизнес, который, собственно говоря, использует нас как тлю муравьи, для того, чтобы мы им давали свое внимание, они его продавали. Где-то это консолидированные с государством действия, попытки старой власти протянуть свои руки на власть новую. Это вот эти наши со вами социальные сети. Оно в России приводит к тому, что мы заземляем, это называется закон о приземлении. Ну, это такая у него, чтобы данные хранились на территории о пользователях из России, хранились в России. В Китае все уже, включая Apple, что было совершенно вообще казалось невозможным, потому что Apple говорит, что он ни о ком не собирает данные, вот. Но он не то, что их собирает, он их отдал Китаю, и там за этой великой китайской стеной в рамках социального рейтинга и тех технологических решений, а они там все системные, в отличие от остального мира, вот, вся эта консолидация старой и новой власти произошла. Мы живем в мире, к сожалению, в котором огромное количество факторов действует на огромное количество людей. И дальше эти люди еще начинают действовать друг на друга. Это приводит к тому, что кто-то, понимаете, служит, кто-то сеет панику, кто-то ей подвергается и так далее. Мы находимся под невероятным прессингом огромного количества факторов. И каждый конкретный человек, взять его отдельно, хорошее существо вроде, а окажется в каких-то обстоятельствах, понимаете, и дальше хоть ты, хоть стреляйся. Когда что-то начинает происходить, наша задача думать про то, как помочь тем, кто рядом, тем, кто для нас важен и так далее. Поэтому я сейчас сутками напролет, понимаете, кого-то откачиваю, кому-то что-то объясняю, что-то делаю и так далее. Это как... Я сейчас чувствую себя сам на передовой, понимаете, чтобы просто минимизировать вот этот весь этот общий фон. Вот. Поэтому... Так я вам просто хотел сказать, что я думаю. Это не обязательно, как бы, так сказать, с этим соглашаться. Вот. Это не является нашей доктриной, так сказать. Нашей доктриной является мозг. То, что написано в красной таблетке, оно, я прошу прощения, видно невооруженным глазом во всем этом безумии, с которым мы имеем дело.